Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, эксперты Александр Сергеенко и Павел Рудяков, а также политолог Алексей Якубин ответят на вопросы, какими будут выборы в Киеве и кому достанется столица. Выборы в Киеве я бы предлагал четко разделять по двум сегментам. Первое, выборы городского головы. По моим убеждениям будет второй тур, как оно там получится. Я еще никому бы сейчас однозначно не давал бы таких, не выносил бы вердиктов относительно победы. Очень серьезные будут дискуссии перед вторым туром, даже несмотря на то, что кто-то уже сейчас промоденировал. Что для меня принципиально важно в этой ситуации? И вот с чем я просто обращаюсь ко всем киевлянам. Категорически нельзя любому из победителей дать вот эту свою, сформировать в будущем Киевсовете Вот это агрессивно послушное большинство, которое будет освещать все решения КМДА. Если ты идешь на мера, напиши, что ты будешь делать. То у нас один кандидат думчив каже, я миллиард гривен с паркувания сниму. Сори, перепрошу, я, множьте кількість, у нас 20 тысяч парковочных мест, множьте на 10 гривен, я по миллиарду отримую. Другий каже, я мэрию, у нас будет прозорная мэрия. Вы, это полная профанация и обман трудящих. С самого начала эти выборы организовывались и создавались той целью, чтобы мэром, мы говорим о мэрских выборах, мэром Киева стал Виталий Кличко. Поэтому все выборы, ключевые тренды, которые были запущены под эти выборы, даже, в какой-то мере, некие правила, которые действовали на эти выборы, были созданы под одного кандидата. Под Виталия Кличко. Потому, еще раз прищеркну, что во многом эти выборы, это такой режиссерский ход команды Виталия Кличко. И потому, когда мы, вот, докладчик упоминал о Александре Мельченко, Александр Мельченко тоже в какой-то мере тут выступает кандидат на Виталия Кличко. Я думаю, что это не секрет, была достигнута до выбора в договоренность между Виталием Кличко и Александром Мельченко, чтобы сделать все, чтобы, как бы, да, они были главными конкурентами на выборах.